Семь человек пострадали при теракте, который произошел вечером в воскресенье возле поселка Афра к северу от Иерусалима. Неизвестные открыли огонь из машины по группе израильтян на автобусной остановке. Нападавшим удалось скрыться. Мне у нас на связи Аркадий Мутер, кандидат в члены КНЕСЭТа от партии ЗИУД, житель поселения Афра. Аркадий, здравствуйте. Добрый вечер, здравствуйте. Я так понимаю, что это чистое везение, что никто не погиб в этой ситуации. Расскажите, пожалуйста, что вы по этому поводу думаете и какие сделаны выводы? Можно сказать, что это действительно везение. Везение не только потому, что никто не погиб, а везение еще состоит в том, что и место, и время были выбраны террористами. И совершенно не случайно. Дело в том, что буквально за 10 минут до этого теракта, и буквально рядом с этим местом были более 100 человек. Жители поселения Афра зажигали, было торжественное шествие, зажигали восьмую свечу праздника Хануки. Но я считаю, что надо относиться к этому, как и всем остальным событиям, которые сегодня происходят в Израиле. И как будто действительно эти жертвы были. Мы не можем рассчитывать на волю проведения, надеяться на Всевышнего каждый раз. Есть враг, враг, который нас ненавидит. Они чудесно знали, что на этом месте, это автобусная остановка, здесь тримпиада то, что называется. Здесь всегда стоят молодые люди, пострадали девочки. Они видели чудесно, что на остановке стоит беременная женщина вместе со своим мужем. Тем не менее, это никоим образом им не помешало. Я думаю, что самого главного вывода пока не сделано. Нам, израильтянам, давным-давно пора переключиться на следующий. У нас есть враг, который не скрывает своих намерений, идет не эскалация, проходит не теракты, а против Израиля ведутся постоянные военные действия. Этот теракт, который выстраивается в логической цепочке. Обратите внимание, что, не знаю, насколько вы в курсе наших событий, но постоянно в наших дорогах, так называемых территориях, случаются постоянные теракты, которые только чудом не заканчиваются жертвами. Кстати, место, которое вы сейчас видите и показываете, вы видите, там есть бетонады и специальные такие блоки. И 8 месяцев тому назад погиб в результате терактора наезда погиб молодой солдат. И нам давно пора понять, есть враг, он не скрывает своих намерений, и с ним надо воевать как с врагом, а не как с каким-то партнерами или как с людьми, с которыми можно иметь какие-то дела. Концепция Осло, в результате которой в 1993 году мы, израильтяне, к сожалению, предали свое самоопределение и передали ответственность за свою безопасность своему злейшему врагу, все это рухнуло и давно. Мы должны вернуться на свою исходную историческую землю и начаться заниматься этим периодом. Ну, тот факт, что сейчас именно в Хануку, да, произошел этот теракт, наверное, это тоже такая символичная история. То есть для тех людей, которые подобно устраивают, им важно, чтобы в какие-то даты, как это происходит, в общем, по всему миру, это не только в Израиле, в праздник случилось, да, а часто так бывает, что именно в какие-то большие важные праздники в тех или иных странах устраиваются террористические акты. Какие-то меры безопасности особые были в эти дни приняты в государстве Израиля сейчас не только про Афру, а в целом? Конечно же, армия и силы безопасности учитывают такие различные моменты, но надо понять следующее. Когда ты обороняешься, ты уже проиграл. Это закон мира. Так устроен мир. В наших ближневосточных джунглях есть очень важное правило, которое надо усвоить людям во всем мире. Либо ты сидишь за столом, либо ты являешься частью меню. Мы имеем дело с радикальным исламом. Это, мне трудно их назвать террористов людьми. Это люди, это террористы, для которых нет ничего святого. Они чудесно знали, что там находятся дети. Дело не только в Ханке. Естественно, они всегда пытаются нанести свой удар в такие вот праздники, приурочить это к чему-либо. Это может быть праздник, это может быть приезд официальных лиц. Но в данный момент это не только к этому это приурочено. Обратите внимание, в прошлом месяце, буквально на этих ближайшие дни, к сожалению, правительство Израиля передает очередную порцию откупа, 15 миллионов катарских долларов, передает это наличными. И враг это моментально чувствует. Парадокс состоит в том, что, как бы ни казалось, вот такие аморфные понятия, как самоуважение нации, они исключительно важны, тем более в нашем регионе. Нация, которая теряет уважение к себе, которая не уважает себя, не может заставить других уважать себя. И поэтому они это замечательно... Аркадий, но в цивилизованном мире ты обязан все-таки слушать и советы международного сообщества, и учитывать мнение противоположной стороны, там все-таки не все террористы. Значит, если вы заговорили о международном сообществе, мы с большим уважением относимся к международному сообществу, и у Израиля, как оказывается, немало друзей. Но я вам хочу привести последний пример, последнее постановление Совета Безопасности ООН. Не смогли ни израильтяне, ни с помощью наших американских друзей провести элементарную вещь осуждения Хамаса за 500 ракет, которые были посланы и пущены в Израиль. И практика показывает следующее. Даже когда мы, израильтяне, когда Израиль делает все, вылезает из кожи вон, чтобы сделать все на пользу так называемого мирного процесса, чтобы реализовать называемые соглашения ОСЛУ, делает очень много для арабского населения, все равно в результате мы остаемся виноватыми. Хочу отметить следующую вещь. Государство Израиль было на пике популярности именно в 1967 году, когда в результате шестидневной войны мы освободили Иудею и Самарии и вернулись наконец-таки на свою землю. Хочу вам напомнить другие исторические даты. Как смотрело мировое сообщество на аннексию голландских высот. Теперь представьте, секундочку. Если бы Израиль не признал и не занял бы голландские высоты, что бы было сегодня Израиль? На нашей бы границе сидел бы Таиш и другие самые страшные террористические организации всего мира. Поэтому есть общественное мнение всего мира, это однозначно, но превыше всего наши интересы безопасности. Большое спасибо, Аркадий Мутер, политик и, собственно, житель поселения Афра, был с нами на прямой связи. Особенно благодарна вам за столь поздний час включения. Я знаю, что в Израиле сейчас глубокая ночь. Увидимся еще в эфире Арт-СВИА. Все, спасибо. Хороших новостей. Спасибо.